Хочу выразить соболезнования всем пострадавшим, всем их родственникам, всем родственникам погибших. Для нас, граждан России, это трагедия. Но, к сожалению, эта трагедия только лишь одно звено длинной цепочки трагедии, которые сопровождают правление Путина с самого его начала. Я хочу напомнить, что он пришел на волне терактов, инспирированных ФСБ, и все это продолжается. Не помню, кто сказал, но, говоря о приходе к власти Путина, сказали, что если он на такой крови пришел к власти, то сколько крови прольется для того, чтобы его сместить. И вы знаете, вот у меня первый вопрос к вам, как к человеку с военным опытом, как к военному эксперту. Вот что вы можете сказать об уровне военной подготовки этого теракта? Уровень подготовки этих смертников я могу охарактеризовать как одноразовый. Я отсмотрел кадры из камер, из Крокурс-Сити. Это абсолютно неподготовленная боевая группа. Не было нормального боевого порядка, не было нужных интервалов и дистанций, не были распределены сектора, огонь велся хаотично. То есть в слаженном подразделении огонь в такой ситуации, в близком бою, ведется поочередно, чтобы была его непрерывность. Один отстрелялся, говорит, пустой, другой его прикрывает и выходит вперед и так далее. О чем это нам говорит? О каких выводах? Террористы не ожидали сопротивления. И здесь мы можем говорить о двух версиях. А. ФСБ спланировала и провела теракт через своих одноразовых террористов. Б. ФСБ знала о теракте, но позволила ему случиться. Во второй вариант верится меньше, потому что то, как начинался этот теракт и то, как он проходил, сопровождается цепью странных совпадений. В восьми минутах езды находилась база ОМОНа. Да. Они появились, но не ранее, чем через час. Очень долго никто не тушил пожар. Охрана на входе, в то время как там проводились массовые мероприятия, отсутствовала. Металлодетекторы не работали. То есть все это говорит нам, что были созданы максимально комфортные условия для террористов, для проведения теракта. И это все очень подозрительно. Это не кажется цепью совпадений, тем более на фоне того, что западные спецслужбы задолго предупреждали, что в Москве, в Санкт-Петербурге возможны теракты. А скажите, пожалуйста, вот как специалист, вот сколько бы человек вооруженных было бы достаточно на входе в Крокус-Сити, чтобы задержать эту террористическую группу? И как вы считаете, вообще для московского торгового центра, это типичная ситуация, что не работают металлоискатели, и что нету никого на входе в торговый центр, где такое массовое мероприятие? Давно не был в Москве уже, поэтому ничего сказать не могу. Когда буду, там все будет работать нормально. Один легионер с короткоствольным оружием перебил бы половину, один легионер с автоматом Калашникова или автоматическим карабином М4 уничтожил бы всех. А как вы оцениваете профессиональные действия силовиков, всю палитру их действий от самого начала и до сегодняшнего момента? Что вы можете сказать? Действия силовиков были направлены не на предотвращение терактов и не на борьбу с террористами в момент его проведения. Действия силовиков позволили, к сожалению, привести к максимальным человеческим жертвам и разрушениям. Машина была засвечена. Ей позволили дойти почти до границы. И в то время, как изначально говорилась речь о том, что машина шла к белорусской границе, сейчас уже почему-то машина телепортировалась ближе к украинской границе. Понятно, что за уши будут пытаться притянуть украинский след. Главное управление разведки уже выступило с разоблачениями этого ПЭКа. Незадолго до теракта, не знаю даже как его назвать, некто Песков сказал, что уже не СМО уйдет, а полноценная война с Украиной. Алкоголик Медведев, как всегда, метает гром и молнии, естественно, уже выдает, что в теракте виновата Украина. Картополок и прочие персонажи тут же поспешили обвинить в этом Украину. Украина не занимается терроризмом, а борется с ним. Сейчас на своей территории уже не один год. Это не метод Украины устраивать теракты против мирного населения. Это метод путинской арефии. Цезарь, а скажите, пожалуйста, вот если предположить, допустим, что террористы прорвались бы на территорию Украины. Ну вот, во-первых, какая там ситуация на границе, насколько это реально. А во-вторых, если бы они все-таки вот каким-то чудом там оказались, то что бы их ждало на территории Украины? Арест немедленно. Но в том, что они могли прорваться, с их уровнем подготовки, я очень сильно сомневаюсь. С учетом того, какие события сейчас происходят в приграничье Российской Федерации, очень сомнительно. После первых наших операций в прошлом году охрана границы усилена, минно-взрывные заграждения. Естественно, границу занимают части прикрытия, и пограничные части ФСБ очень сомнительно. Хотя я не удивлюсь, если сверху из ФСБ могли бы дать отмашку, их бы пропустили к границе, позволили им подойти к линии соприкосновения или начать ее пересекать, для того, чтобы сказать, ага, вот они пытались утечь в Украину, и тут-то мы их убили. Понимаете? Ничего в этом варианте исключать нельзя. У меня две версии этих событий. Либо теракт организован непосредственно ФСБ, либо ФСБ прекрасно знало о нем и максимально облегчило условия его выполнения, отдали силовики, сделали все, чтобы увеличить количество жертв, для того, чтобы максимально травмировать российское общество. Мы же прекрасно понимаем последствия. Мы же прекрасно понимаем последствия. Прекрасно понимаем, что, скорее всего, это не единственный теракт, что будет их целая цепочка более или менее хорошо подготовленных. И, естественно, что все будут валить на Украину. Почему? Объясню, почему. Путину нужно новое кушечное мясо для продолжения войны. Он уже поистратил ультрапатриотов, тумбопатриотов с сумасшедшими идеями русского мира. Он уже поистратил зэков, поистратил вагнеров. Простому русскому мужику, у которого есть работа, семья, эта война не нужна. До людей начинает доходить, что лучше заниматься своей собственной жизнью, чем помереть где-то в посадке непонятно за что. И теперь, чтобы запугать общество, будут проводиться теракты. Вина за них будет, будут попытки возложить ответственность на Украину. Ну и потом, естественно, вставать страна огромная. Мы же слышали недавно, буквально Шойгу озвучил, что надо создать две армии новых, 30 соединений. То есть еще сотни тысяч человек надо призвать, чтобы укомплектовать эти соединения, доукомплектовать те части, подразделения соединения, которые понесли потери в предыдущих боях. А сделать это можно только напугав граждан. Напугав граждан, потому что, скажем так, недалекий обыватель, недалекий обыватель может подумать, что вот, значит, Украина проводит теракты, угрожает моим детям, моей семье, моим знакомым. Пойду-ка я воевать, добью террористов в их логове. Очень такая, скажем так, простая конструкция для путинских пропагандистов. Но я хочу обратиться к русским мужчинам и сказать им, что у вас нет врагов ни в Киеве, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне. Ваш главный враг 25 лет уже сидит в Москве, уничтожает нашу родину, напомню, самую богатую страну на земле. А вы живете в нищете, вы живете в рабстве, вам сбрасывают крохи с барского стола, вы их с жадностью хватаете и хвалите того, кто пришел к власти на крае, регулярно убивает наших сограждан, лезет с агрессией в окружающие страны. И непонятно, какое будущее вам вообще готовят в ближайшие 6 лет после своих псевдовыборов. Полностью с вами согласна по поводу того, что настоящий враг россиян, он сидит в Кремле, и Путин – это война, это террор, это кровь народов, не только украинского, но и российского, многих российских народов. И вы знаете, а у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а можно как-то отличить теракт, что называется, подставной, когда это делают, вот, например, сами ФСБшники, от теракта реального, когда это делают террористы? И если да, то по каким признакам это можно сделать? Вы не отличите. Вы не отличите в том-то и смысл, что даже, скажем так, ФСБ готовит теракт, но они же не будут готовить целый год спецгруппу, очень подготовленную, вкладывать в нее огромный ресурс. Да, эта информация через структуру ФСБ сама может просочиться в западные спецслужбы. Через низовую агентуру такую информацию получить сложнее. Ее сложнее получить, понимаете? И вот через подставные лица, получив информацию, допустим, о том, что теракт делается, можно просто позволить ему осуществиться. А для самого теракта используются такие одноразовые, неподготовленные террористы, потому что для расстрела невинных людей, безоружных, мы видим, подготовки не нужны. Они просто ходят, как в тере, убивают людей, потом поджигают взрыва. Я вам, кстати, хочу напомнить события в Норд-Осте. Там группа террористов была гораздо более хорошо подготовлена. Вспомните, с помощью газа были убиты десятки наших сограждан. Все террористы потеряли сознание. На некоторых из них были пояса шахидов, но на некоторых не было. И в то время, как группа спецназа заходила в противогазы помещения, где все были без сознания, казалось бы, хочешь обезопаситься, расстреливаешь всех тех, кто с поясами шахидов. Тех, кто без него, берешь тепленьким и последовательно разматываешь цепочку организаторов преступления. Были убиты все, концы были спрятаны в воде. Вот это классический пример того, как ФСБ организовывало теракт от А до Я. А здесь либо были такие одноразовые торпеды, скажем так, либо просто ФСБ знало и дал этому случиться, и дало отмашку силовикам притормаживать, чтобы масштаб трагедии был больше. Вы знаете, 19 марта еще США предупредила Кремль о том, что готовится теракт. И все мы знаем, что публично Путин сообщил, что это попытка шантажа, дестабилизации ситуации. И, собственно, он просто проигнорировал это сообщение. Вот как вы считаете, почему он это сделал, и как он будет вести себя теперь? Вот в этой связи у меня возникла мысль следующая, что, скорее всего, теракт ФСБ был организован, именно организован ФСБ. Если бы теракт готовил ИГИЛ, ИГИЛу максимально в предвыборный момент это бы было выгодно. Показать, что Путин контролирует ситуацию. Началась ограниченная военная операция российских сил освобождения полторы недели назад. Это уже дестабилизировала систему. Путинская система с трудом работает на форс-мажоре. С трудом. Для них это был шок. Они метались, они не знали, что делать. Как политически реагировать на ситуацию. И поэтому проводить теракт в это время еще дополнительно показывает, что Путин вообще не контролирует ситуацию ни на границе, ни внутри мегаполисов. Им было крайне невыгодно. А сейчас, когда Путин псевдовыборы свои провел, нарисовал себе немыслимый процент, да, уже можно показать, что вот враги не дремлют, проводят теракты, мы будем с ними бороться, виновник известен. Поэтому, скорее всего, да, мы имеем дело не с ИГИЛ, а с планированной акцией российских силовиков. И вот в заключение у меня, конечно же, вопрос о прогнозе. Как вы считаете, как будут вообще события развиваться дальше и внутри России, и на фронте, что будет вот с этой чудовищной войной, и что нас вообще ждет впереди? Впереди, не очень близко, возможно, нас ждет прекрасная Россия будущего. Это точно так же верно, как 2 умножить на 2 равно 4. Да, победа наша не будет быстрой, она не будет легкой, но мы уже видим, что российская оппозиция начинает понимать, что путь вооруженной борьбы это реальная перспектива. Шарики, фонарики ушли в прошлое. Лидеры оппозиции перебиты, пересажены в тюрьму, выдавлены из страны. Тирания не слышит голоса. Она не готова к диалогу. Она понимает только язык силы, до нее может достучаться только приклады. Путин стремительно ведет страну к 1917 году. Сейчас в попытках натолкать пушечного мяса в армию, он столкнется с тем, что у граждан России с оружием в руках появится желание закончить эту войну, они поймут, где настоящий враг и повернут штыки. И мы им в этом поможем. Но сразу предупреждаю, этот год будет годом тяжелого вооруженного противостояния, естественно, тяжелой борьбы, но мы победим. Мы делаем правое дело. Я как христианин скажу, что я делаю Божье дело, я знаю, что делаю все верно, буду идти до конца на своем пути. И мои побратимы будут также идти до конца. Мы растем. Те операции, которые проводит Легион, они постоянно приводят к тому, что мы масштабируемся. Люди видят, что вооруженная борьба реальна, что мы достигаем своих целей. Нам приходит все больше и больше заявок от желающих вступить в наше подразделение. Люди понимают, что это уже один и единственный, пожалуй, метод освобождения нашей Родины. Поэтому у нас все получится. Не надо вешать носа. Ночь, как говорят, самая темная перед рассветом. Цезарь, благодарю вас за этот разговор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова